Суровая зимняя погода, пришедшая на все огромное пространство от штата Джорджия до Мэриленда, стала причиной гибели как минимум пяти человек. Пятилетний мальчик из штата Джорджия и семилетняя девочка из штата Теннесси погибли, когда на их дома упали деревья, рухнувшие под тяжестью снега. Еще три человека стали жертвами автомобильной аварии, произошедшей во время гололеда в штате Мэриленд. Бывший кандидат в вице-президенты США, сенатор-демократ Тим Кейн, по пути в Вашингтон оказался в числе тех сотен путешественников, которые застряли в снежной пробке на автомагистрале номер 95 в штате Вирджиния. Всем им пришлось провести сутки в своих автомобилях, поскольку из-за снега у спасателей не было возможности добраться до всех людей. Ночь выдалась изматывающая. У меня было две вещи — теплое пальто и полный бак бензина. А ведь проблема состоит в том, что когда люди застревают и останавливаются где-нибудь в пяти милях от съезда с автострады, у многих кончается бензин. К тому же из-за такого скопления автомобилей у машин служб спасения нет возможности добраться до тех, кто не может двигаться дальше. Но вы знаете, время от времени люди все-таки выходили из машин, чтобы пообщаться. Члены одной семьи из Коннектикута, которая возвращалась из отпуска во Флориде, достали апельсины, которые они везли домой, и ходили по всем машинам, раздавая фрукты другим людям. Пассажирский поезд «Кресцент» компании «Амтрак», который направлялся из Нового Орлеана в штате Луизиана, через Атланту в Нью-Йорк, из-за снежной метели двигался с остановками и в итоге полностью остановился под Линчбургом, тоже в штате Вирджиния. Пассажиры были вынуждены провести в вагонах около 40 часов, никуда не двигаясь. Разумеется, это сразу же увеличивает и риск заражения ковид, если у кого-нибудь из людей есть коронавирус. Помимо этого, как рассказали некоторые пассажиры, в той местности еще и не работала интернет-связь, и почти никто не мог выйти на контакт с близкими и сообщить о задержке. «Я вообще не могла спать, как и многие другие люди. Просто ходила все время взад-вперед. И еще это неприятное ощущение, что ты в полной темноте. Оно было даже пугающим. Мы не знали, нигде точно мы находимся, никогда наконец тронемся. Было очень неприятно ощущать, что у тебя нет возможности просто сойти с поезда, если захочется. А потом еще сообщили, что пути впереди, Наза завалены. Все это было страшновато». Не легче пришлось и многим жителям, а также путешественникам на западном побережье США. Около 20 тысяч жителей Северной Калифорнии вот уже 9 суток лишены электроэнергии из-за того, что коммунальные службы не могут ликвидировать последствия мощных снежных бурь. После снегопадов, пришедшихся на неделю между Рождеством и наступлением Нового года, без электричества остались 400 тысяч американцев. Региональная компания-поставщик Pacific Gas & Electric была вынуждена обратиться за помощью к таким же поставщикам из других регионов. На призыв откликнулись не менее пяти компаний, однако сразу же возникли логистические сложности. Необходимо оперативно спланировать, как и где разместить прибывающую технику и персонал. В настоящий момент над ликвидацией последствий снежных бурь в Калифорнии трудятся две тысячи работников. Вадим Оленичев, Марика Урб, Настоящее время Америка, Вашингтон.